Всем привет, друзья! С вами программа Два кадра. И сегодня мы находимся в одном из самых живописных мест в Приднестровье. Скажу честно, положу руку на сердце. Для меня это самое любимое село, это самый север нашей республики, село Хрустовая. Уникальнейшее место, которое расположено в очень живописном таком каньоне. Здесь живут замечательные, гостеприимные, очень дружные люди. Единственное место, которое я знаю, когда всем селом могут выехать, например, на пикник на праздник Ивана Купала. И сегодня мы еще посетим те места, куда не ступала нога нашего оператора. В этом нам поможет наш сегодняшний экскурсовод Алла Николаевна, которая, насколько я знаю, еще и директор местного музея. Да? Да. Алла Николаевна, что вы нам сегодня покажете? Я хочу сказать, что мы действительно с вами находимся в интересном селе Хрустовая, богатого славными традициями, интересными обычаями и богатыми урожаями от сохранившегося единственного в Приднестрове колхоза Путь Ленина. В селе имеются различные достопримечательности. Я сегодня постараюсь вам показать их, например, потому что наша экскурсия называется по селу. Мы здесь живем, и край нам это дорог. Одна из достопримечательностей – это купель имени 40 мучеников Севастейских, которая была построена в 2013 году. Значит, построили эту купель рядом с большим источником под названием «Велница», что в переводе с украинского означает «дева», «девичий источник», то есть чистый, как девичья слеза. Здесь все приспособлено для купания. Вода из природного источника поступает в бассейн. Бассейн весь покрытый кафелем, имеется удобный спуск, нужно прийти, перекреститься и окунуться. По своей вере люди от этого источника получают исцеление от различных телесных и душевных недугов. Дело в том, что там вода поступает через крест. Под крестом там находятся три камня, привезенные с горы Афон, которые привез отец Валерий, а также имеются осколки от колокола, которые были найдены при строительстве нашей колокольни. А сейчас, друзья, мы с вами зайдем в храм Архангела Михаила. У нас программа светская, но, несмотря на это, мы не могли пройти мимо такого замечательного места. Во-первых, уже сейчас отсюда видно, что это один из самых красивых православных храмов в Приднестровье. Во-вторых, он расположен вот на такой горе, прямо посредине села, со всех сторон смотрится замечательно. Храм недавно отреставрирован. Вот вы видите сейчас, как он смотрится. И мне шепнули по секрету, что, оказывается, на его территории есть самая настоящая пещера. Вот это там, на территории храма. И мы с вами сейчас, опять же, пройдемся небольшой экскурсией по этому храму и, конечно же, заглянем в эту пещеру. Первый храм в Хрустовой был деревянный, неизвестно когда, построенный во имя орхистратига Михаила. Этот храм каменный был построен в 1853 году. Затем, таким скажем, в смутное время, храм был разобран, установлена скатная крыша. Смутно, это в советское, да? Послевоенное время, скажем. Установлена скатная крыша. Здесь был открыт сельский клуб, где проводились различные колхозные собрания, и молодежь устраивала танцы. Затем был склад для хранения ядохимикатов. В 90-е годы, когда наступили более добрые времена, все люди, всем миром принялись за восстановление православного храма. Сбором пожертвований занялась наша местная жительница, Сакирка Татьяна Сергеевна, которая обходила каждый дом, принимая с благодарностью деньги на восстановление православного храма. Люди давали, кто сколько мог, кто 50 рублей, кто 100, кто 200. Огромную сконскорскую помощь оказали колхоз Путь Ленина и межхозяйственные предприятия по производству свинины. Значит, предприятие выделило 30 тысяч рублей, колхоз Путь Ленина выделил 50 тысяч рублей. Кроме того, колхозом были выделены и рабочие, местные жители кормили этих рабочих и, в чем могли, помогали. И вот 21 ноября 1991 года восстановленная православная церковь вновь была освящена в честь орхистратига Михаила, которого хрустовчане всегда считали своим небесным покровителем. А мы можем зайти внутрь? Можем зайти внутрь, если там открыто. В храме имеются очень интересные чудотворные иконы. Одна из них – это икона Божьей Матери Скоропослушница, которая была писана на горе Афон. Она написана натуральными красками на священном масле. Вот эта? Вот она перед вами. Она обладает чудотворной силой. И люди по своей вере исцеляются и в знак благодарности благодарят Матерь Божью. То есть все эти украшения? Все эти украшения именно в знак благодарности за исцеление. Очень интересная икона есть – икона великомучника Пантелеймона, целителя. Эта икона тоже была изготовлена на горе Афон и освящена на мощах святого Пантелеймона и привезена и подарена нашему храму. Что интересно, архангела Михаила называют еще архистратигом. Ну, то есть он как бы самый главный начальник над всеми ангелами. И, честно говоря, как мирянин, в силу своей малограмотности, я все время был уверен, что существует всего две ступени в иерархии ангелов. То есть это как бы непосредственно сами ангелы, вот те самые посланники Божьи, да? И архангелы, которые находятся над ними. Причем именно Михаил в канонических и библейских текстах встречается в единственном числе, в более расширенном, околоцерковном литературном кругу к нему добавляются еще, если не ошибаюсь, Гавриил и Рафаил. Всего, насколько я помню, в различных текстах можно встретить имена от 7 до 12 архангелов, которых я сейчас не припомню. Но не это даже самое интересное. Оказывается, иерархия ангелов, она гораздо больше, гораздо глубже. Есть целых три ступени ангельской братьи. Первая иерархия – это Серафимы, Херувимы и Престолы. Вторая иерархия – это Силы, Господство и Власти. Естественно, что у каждого своя, у каждой из этих категорий своя сфера влияния, своя близость к Всевышнему и свои функции, которые они выполняют в этой вселенной. Ну и лишь к третьей относятся начало архангелы и ангелы. Это уже те, кто, скажем так, непосредственно поближе к людям и общается с ними, именно поэтому имеют вот такой человекообразный лик. А все остальные выглядят зачастую так, что фантазии не хватит для того, чтобы их как-то представить или изобразить. Уже в наши дни любозначенные граждане с помощью компьютерной графики решили восстановить облик ангелов высшего порядка по каноническим текстам. И вот, что у них получилось. Теперь становится понятно, что значит фраза «исполненный очей». Самая большая находка, которая была найдена на территории нашей церкви, это старинная пещера. Найдена она была в 1992 году по молитвам отца Валерия. Снаружи пещеру не увидишь, находится она под землей. К пещере ведет удобный спуск. Сейчас мы спустимся через этот спуск и зайдем в пещеру. Ее не было нигде видно, а старожили говорили, что существуют пещеры. А, то есть старожилы знали, что здесь есть пещера? Знали, что существуют пещеры. И никто не мог ее найти? И никто не мог ее найти. Интересно, а где вход? Вот вход. Мы сбухаемся к этому входу. Пещера довольно большая. Сделана из ракушечника с потолком в виде таких полукруглых сводов. Дальше, по узкому каменному коридору, можно попасть в следующее небольшое помещение, в которое видно был алтарь. Значит, там монахи молились. Имеется стол. Женщинам туда нельзя проходить, а мужчины могут пройти и посмотреть. Да, и мне можно? Можно и вам. Ну, где пошел? Я еще хочу сказать, что вокруг пещеры, внутри, имеются полузакопанные подземные ходы. Значит, эта пещера чем-то напоминает подземные келики Киевско-Печорской лавры. Она также вырыта монахами. Здесь также находятся мощи неизвестных подвижников. Здесь также намоленное святое место. Антон, если я правильно понимаю, то как раз первые монахи, которые поселились в этих местах, скорее всего, они и вырыли вот эту пещеру. Не знаю, как не использовали, либо в качестве подземной кельи, либо даже, может быть, скорее всего, там был какой-то подземный храм. Ну, может быть, и склеп, потому что я смотрю, что оно под церковным кладбищем старым. Наверное, это мы еще когда-нибудь выясним. Если я правильно понял, то, собственно, вот с этой точки село и пошло, да? Да, когда-то здесь были пустынные места. Сюда пришли поселиться семь монахов Ижавского монастыря. Монахи вырыли эту пещеру, и вокруг этих монахов стали селиться люди. И таким образом на обыкновенном пустом месте и образовалось наше село Хрустовая. То есть это был такой градообразующий скит? Сто процентов. Кстати, хотел спросить, что означает название Хрустовая? То есть, ну, какое-то, мне кажется, не слишком обычное для наших мест название. Хрустовая – это самое крупное сельское поселение Каменского района Приднестровска Молдавской Республики. О происхождении самого названия села существует две версии. По одной из них село получило свое название от крестообразно расположенных здесь гор. Если посмотреть с высоты, горы наши расположены в виде креста. По другой версии по окружающим село-горам рос в изобилии густой лес. Накапливалось много хвороста. Хворост на русском, а на польском звучит, это на речи как Хруст, отчего село получило название Хрустовая. Вот это, мне кажется, ближе, так как здесь была восточная граница Речи Посполитой, как раз проходила все время в этих краях. Да, через Хрустовую проходила старинная торговая Подольская дорога, ведущая из Рашкова Каменки на Тульчин. Поэтому наше село и славилось своими необыкновенными, интересными и обычаями, и традициями. Кстати, я хочу сказать вам, что здесь у нас очень много реликвий. Вот, например, этот крест. У подножия его находится камень, где написано «Гора Афон, 2013 год». Этот камень привез с горы Афона наш батюшка Протерей Валерий Галайда. Этот камень обладает чудотворной силой, поэтому люди по своей вере перекрестятся и дотракиваются до данного камня. И теперь из холодного подземелья мы поднимаемся на колокольню на самый верх. Ну и, кстати, надо бы сказать, что сюда не всех пускают, но так как мы и спросили благословения у настоятеля храма, то нам разрешили сюда подняться и даже прикоснуться к колоколам и узнать, какой же у них звук. Кстати, на каждом колоколе обычно можно увидеть не только для какого храма он был отлит, но в том числе и непосредственно какой артелью. На храм Архангела Михаила. Села Хрустовая Каменского района. Распуском высорской епархии. Значит, самый большой колокол находится в центре. Весит он одна тонна 600 килограммов. От каждого колокола исходит такая благодатная сила, которая проникает в наш организм и укрепляет его. Поэтому во время пандемии колокола в селе били три раза, да и, наверное, по всему Приднестровью. Это утром, в обед и вечером. Чтобы ударить колокола, обязательно нужно перекреститься. Чтобы почувствовать этот звук, нужно приложить виски. Редактор субтитров А.Семкин А вот этот симпатичный домик мы обязательно рекомендуем к посещению. Сказать честно, я небольшой любитель музеев. Но здесь нам даже очень понравилось. Этот музей состоит из двух частей. С одной стороны, в одной стороне это дом-музей руководителя местного подполья во время Великой Отечественной войны. А с другой стороны, это музей этнографии. И вот этнографическая часть меня, например, очень заинтересовала, потому что здесь есть предметы старины, которые вы действительно сейчас встретишь и не в каждом музее. Значит, я хотела сказать вам, что в нашем селе Хрустовая было сильно развито гончарное ремесло. Люди из глины изготовляли различную кухонную утварь. Вот у нас имеется в музее вот такой ковшин, где написано 1846 Риг. Можете представить, сколько ему уже лет. Дальше. Большой интерес для экскурсантов представляет вот такая обувь из железа сделанная. Она вся из железа, только внутри вот деревянная подошва. Не натирали? Вот видно, натирали, но они обматывали ноги порчанками и носили вот такую вот обувь. А зачем? В смысле, куда в этом ходить можно было? А если в другой обуви не было? Болото было, зима, холодно. Вот в такой обуви вот и ходили. Кстати, ни в одном музее из всего Приднестровья я не видела вот такой вот обуви. Такого редкого экспоната. А мы жалуемся, что нам кеды натирают. Да. Я раньше, когда детям рассказываю, все время говорю, вот видите, в какой обуви ходили люди. А вы сейчас хотите, эти кроссовки не нравятся, хочу с подсветкой, хочу с другим. Вот люди ходили вот таких, мужские эти постолы называются, например. Они сделаны из чистой бычьей шкуры. Я хочу сказать, что столько им лет, но нигде ни одна моль их не съела. И по размеру этих постолов можно узнать, какой был мужчина большой. Нога где-то 47-48 размеров. Два числа. Этот мужик был ростом метра два, не меньше. Героических пропорций. Круто. Большой тоже интерес для экскурсанта представляют вот эти вот горшки-близнецы. Для чего они были нужны? Такой посудой женщины несли своим мужьям на поле еду. В одном горшке они сыпали первое, во втором второе, накрывали красивым полотенцем. Удобная ручка, чтобы их носить. И вот несли на поле мужьям обед. Похваленная заборка. В селе у нас был открыт винокуренный завод. Вот эта коричневая бутылка, она с того винокуренного завода. А вот с этим бутылем шли на сватовство к невесте. Завязывали красивый красный бант, наливали горилку. Как вы думаете, сколько литров имеет этот бутыль? Я прям затрудняюсь, но здесь, по-моему, так, если на скидку. Литра четыре. Точно, четыре литра имеет этот бутыль. Глаз ватерпас. Да, четыре литра. И я хочу вам еще сказать, что у каждой невесты в доме был такой сундук, где мать держала приданное для невесты. А самая модная женщина, конечно, имела в доме вот такую сумочку. О, что это? Ридикюль. Очень интересный экспонат, который сдал мне в музей бывший директор нашей школы подопригора Николай Павлович. Он сам изготовил этот деревянный чемодан и с ним ходил на учебу в городе Балта на педагогические эти курсы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В Библии есть история о том, как однажды пророк Моисей ударил посохом о камень. Камень раскололся надвое и оттуда стала бить вживительная влага. Так вот, старожилы Хрустовой однажды обратили внимание, что здесь в селе есть огромный валун, который однажды тоже непонятно каким образом раскололся надвое. И дело в том, что у его подножия тоже бьет из-под земли источник. Такое вот совпадение, ну, во всяком случае, очень интересное место, которое наверняка вам захочется так же посетить. Во всяком случае, во время летнего зона здесь можно будет утолить жажду. Ну и это еще далеко не все, друзья. Хрустовое удивительное село, великолепные пейзажи. Выезжая сюда, запасайтесь хорошей обувью, потому что не везде можно проехать на машине. Где-то придется погулять пешком, походить вот вдоль этих речушек, ручьев, которые пересекают село. Чтобы полюбоваться пейзажами, придется где-то иногда и залезть на горку. Поверьте, оно того стоит. Поэтому не сидите дома в выходной день. Просто, если можете, выйдите хотя бы просто за город. А если у вас получится, то приезжайте сюда в Хрустовую. Поверьте, здесь понравится. Ну, а геометки мы, конечно же, для вас оставим. Как всегда, в конце программы мы советуем вам, не сидите дома в выходной день. Выбирайтесь и наполняйте свою жизнь впечатлениями. Вот, например, как мы сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры подогнал «Симон»